Здравствуйте, уважаемые телезрители! Сегодня Казахстан празднует 29-ю годовщину независимости нашей страны. Вы смотрите праздничный выпуск новостей. С вами я, Панау Сембекова. Сурдоперевод обеспечивает Марат Шумабеков. Новый пакет реформ, которые придадут импульс демократическим преобразованиям в Казахстане, представят уже в начале следующего года. Об этом заявил президент во время торжественной церемонии вручения государственных наград и премий ко Дню независимости Республики Казахстан. По словам Касымжо Марта Тукаева, предстоящий год станет для казахстанцев рубежным. Он пройдет под знаком 30-летия независимости Республики Казахстан. Казахстан перешагнул 29-летний рубеж независимости. За все это время были взлеты и падения. Однако неизменно одно – суверенное государство из года в год стремительно развивалось и занимало крепкие геополитические позиции. Теперь страна под знаком 30-го юбилея независимости готовится к колоссальным реформам. Сегодня перед Казахстаном стоит целый ряд новых масштабных задач. Мы строим экономически сильное, социально справедливое и открытое общество с прочными устоями и прогрессивными ценностями. Мы идем дорогой последовательных реформ и качественных преобразований. И этой политике альтернативы не существует. 29-й год независимости для Казахстана выдался сложным, драматичным и нестандартным. Из-за всемирной проблемы коронавируса страна погрузилась в кризис. Однако, своевременные антикризисные меры помогли выйти из трудной ситуации. Буквально все социальные институты прошли проверку на прочность. Теперь одна из самых главных задач – восстановить экономику. Предстоящий год станет для нас рубежным. Он пройдет под знаком 30-летия независимости нашей Родины. Это время для подведения итогов, осмысления пройденного пути. Мы отметим эту важнейшую для нашего народа дату конкретными делами и новыми проектами. Мы уйдем от формата громких акций и пафосных мероприятий. Вся работа будет выстроена максимально прагматично. Я бы сказал, экономно. Мы продолжим реализацию объемного комплекса системных мер в экономике, в социальной сфере, экологии. Уделим пристальное внимание нуждам и потребностям всех слоев населения. Тукаев заявил, что наши потомки будут благодарить нынешнее поколение, засветывая будущее Казахстана. Но сейчас по-прежнему на первом месте стоит вопрос благосостояния граждан. Благодаря вводимым новым программам нуждающиеся обеспечиваются социальными пакетами. Безработные работы, а специалистам социальных сфер увеличили зарплату. Всеми силами пытались помочь и бизнесменам. А срочки по кредитам, налоговые каникулы, общий объем поддержки больше полутора триллиона тенге. Моей главной миссией на посту президента является социальная справедливость и рост благосостояния народа. Поэтому в фокусе каждодневных усилий государства улучшение качества жизни наших граждан. В этом году мы увеличили размеры пенсии и социальных пособий около 4 миллионам наших граждан. Повысили социальные страховые выплаты в среднем на 50%. Внедрили гарантированный социальный пакет для более 500 тысяч детей из малообеспеченных семей. В завершение встречи президент Казахстана Касым Жумар Тукаев вручил заслуженные награды работникам разных сфер. На встречу с главой государства пришли несколько десятков казахстанцев. Ветераны войны и труда, труженики села, работники бизнеса, науки и культуры, медики, правоохранители, военнослужащие и журналисты. У них разные направления деятельности, но цели общие, а не за то, чтобы в стране, где живут их дети и внуки, была стабильность. Алексей Цуи, Серег Базулхан, телеканал ЖТСУ. Главный праздник независимого Казахстана знаменовался открытием ряда объектов Алматинской области. В этот день повсеместно распахнули свои двери учреждения медицины, культуры и образования. Сарканский район не стал исключением. Сегодня в селе Какимжана Казыбаева открылась долгожданная школа на 50 мест. День независимости страны. Двойной праздник для жителей села имени Какимжана Казыбаева. Несколько десятилетий местным школьникам приходилось обучаться в самых суровых условиях. Полноценная система отопления отсутствовала. В каждом кабинете стояли старые печи, едва справлявшиеся со своей задачей. Оттого бывали нередки случаи заболевания среди детей, вспоминают родители. У нас старая школа, там в каждом кабинете печка стояла. Холодно было, дети в куртках сидели, болели. Ну там вообще это не было, никакого слова не было там. Сейчас хорошо, новая школа, тепло, топка отдельная у нас. Я это мать четверых детей. Мои дети здесь учатся сейчас. В первом, в третьем классе и в четвертом классе учатся. Новая школа рассчитана на 50 детей начальных классов. Однако сейчас из-за сложной эпидобстановки количество учащихся не превышает 15. Учитывая проблемы с интернетом, обучаться дети будут уже в привычном для них офлайн формате. Новый неотъемлемый тренд 2020 года, бактерицидный туннель для дезинфекции учащихся и учеников, как и положено, установлен при входе в школу. В каждом кабинете установлен вот такой вот санитайзер для обработки рук. Кроме того, как мы видим, на каждой партии имеется специальный знак. Он обозначает, что за одним столом может сидеть только один ученик. Все санитарные требования, предписанные главным государственным санитарным врачом, в этой школе выполняются на 100%. Здесь будут обучаться дети начальных классов. Школа на 50 мест. Когда они перейдут в пятый класс, будут ездить в школу села Бакала. Она находится неподалеку. У нас имеются автобусы для ежедневной перевозки детей. К слову, новая школа была построена силами местных меценатов и неравнодушных жителей. Общими усилиями удалось собрать порядка 10 миллионов тенге. Каждый внес свою лепту. Строители также из числа молодежи. По словам Аксакала, в селе проживает 230 человек. И каждый готов протянуть руку помощи ближнему. Дамир Анитов, Надир Хамзин, Телеканал Шетцу. Ряд социально значимых объектов в День независимости сданы в Раимбекском районе. Так, в селе Сарбастау в своей двери распахнул новый детский сад. А в ауле Кокпак открылась столь необходимая для населения врачебная амбулатория. По-особому радостным и значимым этот день стал для жителей сел Казылщекара и Жамбыл. Теперь эти населенные пункты имеют доступ к качественной питьевой воде. Подробнее обо всем в материале Ануара Мангельдинова. Чуть более двух лет назад Раимбекский район стал отдельной административной единицей. С этого момента жизнь здесь заиграла новыми красками. Ежегодно в регионе сдаются десятки особо значимых объектов. В этом году из-за пандемии особый упор сделан на медицинскую сферу. Так, в День независимости республики в селе Хакпак появилась новая врачебная амбулатория. Учреждение оснащено всем необходимым оборудованием. Имеется лаборатория для проведения анализов кабинета акушера, стоматолога и врачей общей практики. С этого момента здесь будут трудиться 15 специалистов. Здесь есть вся современная техника. Имеется множество аппаратов, которые не во всех амбулаториях есть. Подведены все коммуникации. Самое главное – хорошо работает интернет. Так как сейчас большая часть документации ведется в электронном формате. На возведение этой врачебной амбулатории выделено 343 миллиона тенге. Думаю, что это учреждение справится со всеми ударами пандемии. Так как здесь созданы все условия, самое главное – здесь есть все необходимое оснащение. Раньше нам за получением многих медицинских услуг приходилось ездить в райцентр. Теперь эта нужда практически отсутствует. Я смотрела амбулаторию и увидела, что здесь множество аппаратов, которых ранее не было. Спасибо большое всем тем, кто причастен к открытию этого медицинского учреждения. Ведь оно в нынешнее время так необходимо. И очень рада за себя и своих земляков, что у нас есть новая амбулатория. Огромную радость в этот день испытывают жители села Акзал-Щекара и Жамбыл. В этих населенных пунктах завершена полномасштабная работа по проведению водопровода. В общей сложности проложено более 23 километров сетей. Благодаря проводимым мерам местные жители получили доступ к качественной питьевой воде. Раньше нам приходилось набирать воду из колонки. Таскать фляги и ведра было очень трудно, особенно зимой. Если ранее для мытья посуды нам приходилось греть воду, то теперь у нас в кране есть и горячая вода. Нашей радости нет предела. Это самый ценный подарок в День независимости. В этот день ценный подарок получили и самые маленькие жители района. В селе Сарбастаус дан в эксплуатацию новый детский сад на 50 мест. Для населенного пункта данный объект очень важен, так как здесь наблюдается хороший демографический уровень, говорят местные власти. Да и к тому же Раимбекский район стал привлекательным для работы молодых специалистов. До конца года в регионе намерены открыть еще ряд социально значимых объектов. До конца года в селе Саржас в эксплуатацию задим детский сад на 140 мест. Этот объект прошел капитальный ремонт. Также в селе Харасас масштабную реконструкцию прошел Дом культуры. Капитальный ремонт проведен и в Мемориальном музее имени Мухагали Макатаева. Кроме этого, в ряде аулов завершаются работы по прокладке водопроводных сетей. Кульминацией празднования Дня независимости стало официальное собрание актива района. В ходе мероприятия 30 человек отмечены благодарственными письмами от имени президента страны и Акима области. Каждый из них внес особую лепту в укрепление и процветание Раимбекского района. Доступная терапия. Реабилитационный центр для детей с особенными потребностями появился в административном центре Шамбылского района. В нем будут применять современные методы лечения маленьких пациентов. Свои первые шаги здесь могут сделать сотни особенных детей, для которых так важна реабилитация. Реализовал социальный проект благотворительный фонд «Рахам» совместно с Акиматом Алматинской области. Основной задачей было создать центр реабилитации для сельских детей, чтобы им не приходилось выезжать за пределы района. Особенностью учреждения является использование таких методик, как ипотерапия, то есть лечение с использованием верховой езды, массаж, арт-терапия, лечебная физкультура и многое другое. Здесь в центре, что удобно, во-первых, мама имеет возможность работать, потому что с 9 до 6 ребенок находится в центре дневного пребывания. Вы сами понимаете, что доверить няне или еще кому-либо особенного ребенка очень непросто. Поэтому маме не надо будет ходить по больницам, стоять в очередях, чтобы получить тот же самый массаж или ЛФК. Это все комплексно оказывается в центре дневного пребывания. К тому же, что немаловажно, по стандарту государственной услуги данного центра, ребенка забирать с дома и возить до дома. Это тоже входит в стандарт данной государственной услуги. В Алматинской области теперь действуют пять подобных реабилитационных центров. Один из них в Красайском районе. Он рассчитан на 60 детей и уже имеет высокую положительную оценку в лечении заболеваний нервной системы, ДЦП и опорно-двигательного аппарата. В рамках Дня независимости воспитанники центра подготовили небольшой концерт для гостей. Дети показали свои таланты в пении, танцах и логических викторинах. В планах у благотворительного фонда РАХМ построить такие учреждения в каждом районе Алматинского региона. Памятник истории. В районном центре Алакольского региона теперь возвышается грандиозное сооружение – монумент независимости Казахстана. Он символизирует стремление и гордость казахского народа, величие национальных ценностей, возрождение государственности. В торжественном открытии величественной стелы, приуроченном к 29-летию суверенитета нашей республики, принял участие наш корреспондент. Наряду с памятниками ветеранам Великой Отечественной и Афганской войны, жертвам политических репрессий, на Аллее славы Алакольского района появился мемориал доблести и чести участников декабрьских событий 1986 года. Автор проекта – председатель общественного фонда Житсулок Жильтосандартар. «Этот памятник – дань уважения национальной истории, всем тем, кто ценой своей жизни отстаивал независимость нашей страны. И вместе с тем, это пример патриотизма для подрастающего поколения. Пользуясь случаем, хочу поздравить всех казахстанцев с этим великим праздником». Декабрьское утро. Так называется трехметровая стела, призванная стать еще одним мемориалом славы. Память о событиях Жильтосана золотыми буквами высечена в камне. Знаковая для всего Казахстана дата окружена парящими голубями, олицетворением мира и согласия. И как отметил лидер нации Нурсултан Назарбаев, обретение независимости – это многовековая мечта предков. Отметим, подобный монумент в Алакольском районе – второй по счету в нашей стране. Первый установили 14 лет назад в Алматы. Вместе с тем День независимости республики жители Алакольского района встретили в Доме культуры города Ушарал. Аким района вручил почетные грамоты и медали участникам декабрьских событий, работникам сферы здравоохранения, образования, силовых структур и жителям, внесших огромный вклад в развитие Алакольского района. Во-первых, разрешите всех поздравить с таким прекрасным праздником. Я сам работал в сфере экономики, возглавлял отдел экономики и бюджетного планирования Алакольского района. Сегодня я получаю награду почетный гражданин Алакольского района. Это, наверное, признание того, что я понес какой-то вклад в развитие экономики нашего района. В список наград вошли нагрудный знак Халхалхаса, медаль Министерства сельского хозяйства Ембек Ардагера и благодарственные письма Акима области. В ходе торжественного мероприятия семь человек получили звание почетных граждан Алакольского района. Всего к наградам представили 36 человек. Я училась в Чемкинском педагогическом институте культуры. И оттуда мы студенты, несколько студентов оттуда было, потом несколько студентов других вузов. На вечернем поезде выехали в город Алмата, именно на вот эту новую площадь, чтобы участвовать за независимость нашей страны. Под занавес торжественной церемонии награждения со сцены театра прозвучали патриотичные песни о родине. Руслан Нурмуханбетов, Жаик Курмамбаев, телеканал Жейцу, Алакольский район. Вместе мы сильнее. Почти на 7 миллионов тенге получили подарки дети из малоимущих семей и сироты из Уйгурского района, из рук неравнодушного односельчанина. Образовательные и медицинские учреждения, чья работа в пандемию столкнулась с рядом сложностей, также получили своевременную поддержку. С подробностями Рустам Аралбаев. Доброта Сырыма Умарова стала поводом для праздника. Благодарные ученики и работники школы устроили настоящее торжество. На радость гостей дети выступили с театральными постановками и танцевальной программой. Поздравить школу и разделить всеобщую радость прибыли почетные жители села и представители местных органов власти. Как рассказывает сам Сырым Умаров, для оказания помощи он остановил свой выбор именно на школах с дежурными классами. Теперь здоровью учащихся ничего не угрожает. Для соблюдения карантинных мер в образовательных учреждениях есть все необходимое. Маски, санитайзеры, а также хозяйственный и спортивный инвентарь переданы меценатам на баланс школ. А в распоряжении сельской больницы переданы бактерицидные лампы, кислородный концентратор и другие столь необходимые в этот сложный период медсредства. При составлении списка предметов, переданных безвозмездно, Сырым уделил большое внимание пожеланиям работников самих учреждений. Помимо помощи сферам образования и медицины, поддержка оказана и детям, будущему села. Малоимущие сироты получили ценные и нужные подарки – смартфоны и зимнюю одежду. Спасибо огромное, дяде Сырыму, за эти подарки. Я сирота. У меня нет родителей, я очень благодарен за оказанное мне внимание и заботу. Когда я вырасту, то тоже буду помогать людям, как дяде Сырым. В нашей семье четверо детей. Я очень благодарна дяде Сырыму за эти подарки. Теперь я могу не переживать о том, что у меня нет зимних вещей. Праздник независимости стал для меня вдвое радостнее. Спасибо огромное. Помощь получили также школы и больницы села Шарон, где проживает сам Сырым Умаров. На баланс лечебного учреждения переданы медицинское оборудование и хозяйственный инвентарь. А у сельской школы, благодаря участию мецената, в медицинском кабинете появилось новое оборудование. Спортивный инвентарь и многое другое. Без внимания не остались и дети села. Теплота, оказанные заботой и зимняя одежда будут согревать их всю зиму. 2020 год стал тяжелым для всего мира. Мы тоже не стали исключением. В этот сложный период наш Сырым протянул руку помощи многим людям. Мы с гордостью называем его нашим односельчанином. Он помог нуждающимся детям, школам и больницам. Не только в своем селе, но и в соседнем. Я родился в этом селе, закончил школу, которую вы сейчас видите. Но поддержку я и оказал в первую очередь, потому что здесь дежурные классы, в которых обучаются наши дети. Пандемия стала испытанием для многих людей. В такие времена мы должны держаться вместе и помогать друг другу. Не только внутри одного села, но и всем, кому нужна помощь. На этом добрые дела сельского мецената не ограничились. Он раздал нуждающимся семьям села 27 тонн угля. О золотом сердце своего односельчанина местные жители говорят с теплотой. Это далеко не первый случай, когда Сырым Умаров помогает людям. Когда в селе был потоп, Сырым был одним из первых, кто протянул руку помощи. Река Шарын часто угрожает выйти из берегов. Чтобы не допустить этого, он каждый год выделяет на это технику. Сырым множество раз помогал нам и никогда ничего не просил взамен, рассказывают местные жители. На страже природы. В честь праздника еще один значимый объект распахнул свои двери в Алматинской области. Впервые за полувековую историю у сотрудников Баканадского лесного хозяйства появилось новое здание. О целях и планах учреждения и о том, в каких условиях приходилось трудиться природоохранникам до возведения объекта, расскажет Дамир Анитов. Баканадское лесное хозяйство – крупнейшее в Алматинской области. Оно раскинулось на 1 миллионе 280 гектарах. Это треть от общей площади всех хозяйств области. В его состав входят четыре лесничества – Баканад, Хараой, Ахкёль, Коктал. Территория изобилует флорой и фауной. «Наше хозяйство – самое крупное в регионе. Наша задача – оберегать отведенную нам территорию от браконьеров и лесных пожаров. Ежемесячно, совместно с сотрудниками местной полицейской службы мы проводим рейды. Однако главная наша проблема – это отдыхающие. Они часто оставляют за собой мусор. У нас трудятся 80 сотрудников, которые занимаются уборкой стихийных свалок». Не только браконьеры и нерадивые отдыхающие – головная боль природоохранников. Долгие годы им приходилось работать в старом здании. Особенно тяжело приходилось зимой. Система отопления в связи с износом не справлялась со своей задачей. Трудиться приходилось в куртках. Однако сейчас все невзгоды позади. Теперь у них есть новое здание. «Уже 60 лет существует эта организация. Впервые мы такое построили. Вообще в области впервые открываем такое здание. Наша материально-техническая база хорошо оснащена и находится на первых местах по республиканскому масштабу. Это все я говорю благодаря нашему руководителю Аманду Габачевичу. Президент в своем послании в сентябре месяце озадачил, что до 2025 года на территории гостинфонда посадить 2 миллиарда деревьев. Населенных пунктов 15 миллионов деревьев. Мы сейчас приняли программу совместно с комитетом лесного хозяйства. И над этим работаем». На строительство объекта затрачено около 80 миллионов тенге. Просторные и светлые кабинеты. Конференц-зал для проведения различных встреч. Здание снабжено отоплением, канализацией, холодной и горячей водой. Объект возвели с целью обеспечения должного контроля за состоянием и использованием лесных ресурсов в регионе. Домир Анитов, Жатлан Женкенже, телеканал ЖИЦУ. День независимости отметили в Доме дружбы Талдыкургана. В честь главного национального праздника Казахстана был организован областной форум Тавильссдегам Тогур. Как было отмечено на встрече, единство и согласие – это наше главное богатство и бесценное достояние. Именно независимость сплотила всех нас под единым шанраком – Ассамблеи народа Казахстана. В форуме приняли участие члены Ассамблеи, КГУ Куландых Келесом, а также специально приглашенные гости. Все те, кто на протяжении этого года активно сотрудничал с Центром общественного согласия и Ассамблеей, были награждены благодарственными письмами и памятными подарками. Всего в честь государственного праздника было отмечено порядка 50 человек. В честь Дня независимости КГУ Куландых Келесом решили отметить хороший труд наших коллег, с которыми мы работали в течение года. Это работники внутренней политики по области, это блогеры, это общественники, это разные волонтеры, чей труд должен быть оценен. Я поздравляю всех жителей нашего Казахстана, старшему поколению здоровья, а младшим у них большая задача дальше, чтобы вот эта независимость действительно наше государство, чтобы люди, живущие в этом государстве, стали действительно независимыми. Всех еще раз с праздником, здоровья, благополучия, любви, процветания. Продуктивный тандем. В честь Дня независимости страны представители Таткурганского и Капшагайского гарнизонов выразили признательность работникам СМИ Алматинской области. Ежедневно журналисты, газеты и телеканалов рассказывают о буднях казахстанских защитников Отечества. Знак многолетнего и плодотворного сотрудничества лучшие представители газет и телеканалов были отмечены благодарственными письмами от Министерства вооруженных сил Казахстана. Сегодня мы выразили признательность представителям СМИ Алматинской области. Благодаря самоотверженной работе журналистов казахстанцы не только узнают о буднях наших воинов. Интересные публикации и сюжеты вызывают интерес граждан к воинской службе, но и повышают имидж казахстанской армии в целом. Для прогрессивного казахстанского общества одним из главных национальных праздников является 16 декабря. Отныне двойным праздником он станет и для 10 новорожденных детей – днем рождения и днем независимости нашей страны. Малышей и их мам поздравили представители государственных учреждений, посетившие перинатальный центр в городе Талдукурган. Какие подарки получили новорожденные граждане, расскажет Гульмира Тимиргалиева. Для жительницы Сарканского района 37-летней Назгуль Ергалиевой нынешний праздник запомнится на всю жизнь. В 29-ю годовщину независимости нашей страны в Талдукурганском перинатальном центре на свет появился ее седьмой ребенок. Назгуль с мужем уже воспитывают шестерых детей. С прибавлением в семействе многодетную мать поздравили представители местной власти и государственных органов. Конверт для новорожденных, которые заботливо укутали малыша, украсил символ независимости и логотип региона. Отныне памятный подарок станет живым напоминанием о значимом событии в жизни семьи Ергалиевых. Сегодня, в этот праздничный день, у меня родился сын. Я многодетная мама, и это наш седьмой ребенок в семье. Хочу поблагодарить всех за внимание ко мне и моему малышу, а также поздравить всех соотечественников с Днем Независимости. Знаменательным событием День Независимости стал и для жительницы областного центра Виктория Юсифовой. В этот праздничный для страны день в ее молодой семье появился долгожданный сын. Теперь у отца семейства есть наследник, а у двоих сестричек маленький братишка по имени Роман. Счастливая мама верит, что ее малыш вырастет настоящим патриотом. В этот день родился мой долгожданный сын. Это мой третий ребенок, у меня две дочи. Я надеюсь, что мой сын вырастет патриотом этой страны, настоящим. Сегодня, 16 декабря, в областном перинатальном центре на свет появилось 10 малышей, 8 мальчиков и 2 девочки. Для своих родителей они долгожданные дети, а для Казахстана новые граждане. Как отметил руководитель управления внутренней политики, данная акция в перинатальном центре – одно из 30 мероприятий, приуроченных ко Дню Независимости. Сегодня по Алматинской области в свет появилось около 150 детей. И мы в один день, в этот день, всех 150 детей и матерей поздравляем с Днем Независимости. Потому что эти дети появились сегодня, День Независимости. Поэтому пусть у них будущее будет безоблачным, мирное небо будет, счастье и благополучие всему нашему народу. За сутки до 8 утра у нас сегодня родилось 23 женщины. В прошлом году мы родили 6665 родов. В этом году мы уже приближаемся к рубежу 7 тысяч. С каждым годом количество родов, в принципе, у нас в перинатальном центре растет. Я имею в виду по Алматинской области. Это говорит о улучшении жизненных условий, о хорошей диагностике. Уходящий год для областного перинатального центра символичен многими событиями, одной из которых – капитальная реконструкция здания роддома благодаря государственной программе «Дорожная карта занятости». Помимо этого, в текущем году было приобретено 4 аппарата ИВЛ, цифровой рентгенаппарат, современные кровати и прикроватные мониторы. В планах на будущий год – приобретение медоборудования, предназначенного для родовспоможения. Ведь главным в своем деле сотрудники медучреждения считают рождение на свет здорового поколения. Гордимся этим, что оценивается наша работа, нелегкая наша работа. В этом приложены большие усилия наших сотрудников. У нас в перинатальном центре работает более 320 человек. Будем стараться в дальнейшем поднимать уровень своей работы, работать для блага увеличения количества нашего населения. И, конечно же, на свет, что появляются только здоровые дети. Нынешний день независимости символичен и для пяти сотрудников перинатального центра. В канун праздника каждый из них обрел собственное жилье. Гульмира Тимиргалеева, Ержан Дусен, телеканал ЖТСУ, Талдыкурган. Это была последняя информация на сегодня. Спасибо за внимание. Отличных выходных. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин